Ну, конкретно, где-то информация и открытая, о том, о каких вооружениях идет речь, то есть неизвестно. И на этот вопрос невозможно ответить, что касается того, какие нужны тут как бы два компонента из этой проблемы. То есть одна связана с восполнением тех потерь, которые были понесены в СССР, а другая касается долгосрочного развития. То есть относительно вот этих самых потерь, например, некоторые российские экспортеры говорили о возможностях поставок вооружений изнательных, то есть уже не новых произведенных, а уже имеющихся некоторое время в эксплуатации. Для быстрого восполнения каких-то потерь это, в общем-то, принятая практика. То есть такая возможность не исключена. То есть конкретная информация о дальше нет, но, возможно, такой вариант. Второй пункт, он касается долгосрочного развития вооруженных сил. И тут, конечно, уже это очень сложная проблема, потому что она упирается в, во-первых, финансовые возможности, с американской стороны, в готовность российской стороны на предоставление каких-то анкотных условий. То есть, опять же, это политический вопрос. То есть, ну, мы знаем, что, например, предшествующие годы были какие-то межгосударственные, по которым финансировались поставки. То есть не исключен такой вариант. И, опять же, от масштаба вот этих вот условий, в том числе, зависит и что будет приобретаться. И, конечно, этот вопрос очень сильно связан с тем перспективным обликом вооруженных сил Армении, который подполагается, что он появится в результате военной реформы. Но вот здесь тоже очень много вопросов, так как сама военная реформа тоже пока не очень понятна, как будет выглядеть. То есть мало информации, по которой можно сделать, но вот и. И, кроме того, еще есть проблема политическая. То есть какие задачи вообще будут перед вооруженными силами стоять? Она упирается в место и роль Армении в регионе. То есть в зависимости от того, какое будет это место, соответственно, будут и вооруженные силы, и не будут ставить соответствующие задачи, соответственно, будут соответствующие системы вооружений. То есть и понятно, что отсюда уже будет приобретаться, исходя из этого, какие-то комплексы. Но так как вот все эти вопросы, наверное, не спрашивайте, нету ответов на неопределенность. Неопределенности связи с этими вопросами, то вот конкретно сказать, о чем будет речь идти, вот, пока сущие перспективы в плане развития системы вооружения, сейчас очень нужно, так как, как бы, здесь несколько вариантов модели вооруженности. Если речь будет идти об относительно небольшой армии, которая будет какие-то локальные задачи выполнять по прикрутию границ и так далее, это будет предполагать один вариант закупок. Если будет идти идти о более амбициозной программе, в том числе, связанной с какими-то политическими задачами по возможному реваншу и так далее, то это совсем другое.